В Луганском инсайдере я увидел сообщение, которое меня зацепило. Это сообщение связано с дальнобойщиками, которые вынуждены стоять на КПП, специально для них выделенное, как для пустых машин. Это очень такая интересная особенность, да, вот этого организации трафика. Давайте посмотрим на это сообщение. На видео погран-переход через «Красный партизан». Более сотни машин на выезд в РФ. Это результат решения Сергея Козлова, премьер-министра ЛНР, о том, что выезд пустых фур должен осуществляться только через КПП «Красный партизан». До этого вы ходили на КПП «Изварено» с грузом, на КПП «Должанский» и «Красный партизан» без груза. Это происходит с прошлого года, с 1 июля по 1 сентября нас сгоняют на «Партизан», так как мы мешаем на время отпуска автобусному бизнесу. В этом году автобусы еще не запустили, но, как и в прошлом году, решили пропускать только через «Красный партизан». Дальнобойщики Донбасса для меня люди не чужие. Именно благодаря их инициативе я включился в процесс организации особой формы проведения «Бессмертного полка» 9 мая, когда люди, и не только дальнобойщики, а водители, отмечали за рулями своих автомобилей гудками в 12.00. Ну, естественно, фотографии на лобовых, задних стеклах. И на самом деле их инициатива сыграла очень знаковую роль даже из того, что я видел в этом году в Москве. Вот эта ситуация, когда по непонятным причинам два КПП на въезд оставляют, а на выезд пустыми машинами оставляют самое маленькое КПП и там начинают толпиться машины, это по факту является вредительством экономики Республики Луганской Народной Республики. Почему? Дело в том, что из полутора тысяч дальнобойных тиров, которые ходят из Луганска и являются транспортом участников внешнеэкономической деятельности, на экспорт работают только 20 или 30 машин. Все остальные работают на ввоз. Республика находится в экономической блокаде. И, соответственно, все, что ввозится, это является, ну, я не знаю, кровеносной системой жизни края Республики. А машины, которые идут за импортом, они, конечно же, выходят с территории Луганской Народной Республики пустыми. И их отправляют на, ну, как бы на отстойник, они скапливаются на этом КПП. И, собственно говоря, пропускная способность этого КПП не в состоянии выпустить такое количество машин. Что происходит? А усиливается возможность контрабанды. Вы понимаете, что происходит? Республика живет импортом, а вот такой транспортной организацией создаются условия для усиления контрабанды. Потому что через те КПП другие транспортные средства, которые не являются официальными участниками внешнеэкономической деятельности, смогут завести все, что местные князьки смогут потом продать втридорого на внутреннем рынке. И что они в инвойсах покажут для своих партнеров с обратной стороны по линию разграничения. Вот как это выглядит. То есть, по факту, руководство республики, а мы знаем, что там глава республики, это бывший начальник отдела КЛУГАНСКОЙ СБУ. То есть, это контрабас. Это человек, который не просто разбирается в контрабанде, он его контролирует. И вот эта второгодняя ситуация, когда просто-напросто зарезается возможность белого легального импорта, а все ставятся в отстойник, и все должны ждать, да, и вместо того, чтобы делать четыре ходки в месяц, делают две или даже одну. Не дадут получает республика налогов. Люди находятся в сложной экономической ситуации, это никого не волнует. Самое главное, лозунг Луганской Народной Республики, все ради контрабаса. Все ради контрабаса. Никаких легальных перевозчиков мы не признаем. Нам надо освободить основные КПП, которые могут пропускать по 250 тиров в день. Мы оставим для автобусов, для делегаций, для других вещей. Но на самом деле, любой понимающий человек понимает, это работа на контрабанду. Уважаемые князья Луганской Народной Республики, а не кажется ли вам, что ваша вот эта долгоиграющая песня, основанная на шестилетнем контрабасе, она, ну, доходит до определенного предела? Что даже здесь, в Москве, люди начинают обращать внимание, а не охренели ли вы в край? Когда вы своими руками создаете своему населению невыносимые условия для жизни, у вас шахтеры бастуют в забое, у вас везде создается социальное напряжение. Возможно, вы работаете не просто на контрабас, возможно, вы исполняете заказы иностранных спецслужб для того, чтобы создать социальный взрыв, подставить Россию в очередной раз, да? Опять покричать, Владимир Александрович, вы слышите нас, и тут же сказать, что вы идете в Россию, вы так идете в Россию, вы таким образом создаете экономические условия жизни в своей республике? Я касался темы информационной политики в Луганской Народной Республике, но вот эта экономическая политика, направленная прежде всего на блокировку белого импорта, за счет которого республика живет, и создание условий для черного контрабаса по факту, на самом деле вызывает вопросы и прежде всего здесь, в Москве. А давайте вы попробуете дать публичные ответы своему населению по поводу того, что вы творите, прежде всего даже в вопросах логистики. Дальнобойщики – это кровеносная система экономики республики. И то, как вы ее зарезаете, вызывает очень большие вопросы о вашей принадлежности, о ваших присягах, о том, кому вы служите, и какая конечная цель вашей деятельности. Продолжение следует...